Мы вызвали психолога, он дал нам наркоз, голова стоит на тазовом снец, трилобильный шок в прямом размере, из плоскости выхода малый таз. Ну, простите, я из-за кушерства старого, и поэтому есть три тройных правила. Три тройных правила, в которые они не все имеют отношение, не в полном объеме к щипцам, но в том числе и к щипцам. Первое какое? Левая рука, левой рукой, в левую половину таза матери. Никогда не запоминала, какая из них левая, какая правая. Но это не дано. Просто когда, кто бы вам как-нибудь не дал, что надо сделать сначала? Быстро складывай их. И как положить, подожди. Вот чтобы это не было на их лазине, подожди, запомни, у меня времени мало, запомни. Первое. Ключки буша поставить наружу, а верхушки всегда вверх. Да? Ключки буша наружу, а верхушки вверх. Когда я сложила, то, что оказалось в левой руке, и будет левой ложкой. Видишь? Ключки буша наружу, а верхушки вверх. Левая ложка левой рукой. Левой рукой. Как взять? Только не так. Кто-то как пищей пирог, кто-то как с мечом, но не как столовую ложку. Да? Вот таким вот образом. Я, кстати, у меня левая ложка. Я развожу два пальчика, ввожу полуруку в малый таз куда? В левую половину таза. Полуруку. Потому что мне надо зайти так, чтобы я достала шейку, чтобы я шейку отвела к стенке малого таза, и при этом смогла сделать ложбиночку между указательным и средним пальцем. То есть я ввожу полуруку в левую половину таза, беру ложку акушерских щитков как пища перо, отклоняюсь к противоположному паховому сгибу и выставляю вершинку вот в эту ложбинку между указательным и средним пальцем. Большой палец у меня уперся в нижнюю веточку. Какой рукой я буду прикладывать силу при введении ложки? Наружной или внутренней? Внутренней пальцем. Только пальцем, большим пальцем внутренней руки. Левая только поддерживает, да, а двумя пальцами, большим пальцем внутренней руки, контролируя введение ложки полурукой, введенной во влагалище, у меня ложка входит в левую половину, делая вот сверху справа вниз к центру. Должен быть и с под руки, вот так, вот, и с под бедра помощника, который держит. Дальше, дальше правая ложка, правая рукой абсолютно так же самое, да, правую половину, так, Я, опять же, полуруку левой руки взяла в правую половину таза матери, опять же, ложечку отклонила в противоположном паховому знибу и в движении пальца, большого пальца внутренней руки взяла ложку, взяла ложку. Следующее, замок замыкается, хорошо бы еще проложить пеленочку, чтобы поменьше, так сказать, если вот механическому воздействию подвергалась головка. Замок закрылся, должен, вот этот замок закрывается великолепно. Дальше, проводные оси должны совпадать, щипцов, головки и таза. Проверяется это как? В ровной ракции. Посмотрите, правая рука удобно векла на кутики буша безымянным и указательным пальцем, средний уместился между ложечками, а левая рука сверху пальчик отклонился в головку. Делается одна тракция. Если головка пошла при этой тракции за пальчиком, значит, щипцы наложены правильно. Если нет, значит, есть эффект наложения щипцов. У нас головка пошла. Дальше, собственно, тракции. Собственно, тракции. Если неправильно, нет. Голоска от каёта пальца. Мы должны их лечь. Да, да. И всё по-новому здесь. Мы не винили, не винили, да? А вот безусственная ситуация. Теперь, собственно, тракции. Есть два варианта захвата. Сначала двух вариантов захвата. Если, я же хотела сказать, перед каждой лагеричной операцией обязательно бить я за ним. Потому что за промежностью нам следить некогда. Вот если у меня помощник, который только ручку мог подержать, да, и я промежность не могу доверить, тогда есть вариант вот такой вот. Посмотрите, мизинец пропустился сюда, крючок буша между средним и безымянным. Это левая рука, а правой рукой я защищаю промежность, да? То есть вот этот вариант такой захвата. Если у меня надёжный, поможник, то я просто присяду, чтобы вам было легче. Посмотрите, как при тазе на предвижение я могу схватиться за инструмент двумя руками. Два больших снизу, вот это, конечно, хороший захват. А кто-то защищает промежность. Теперь ещё в отношении тракции, ещё в отношении тракции, сила и продолжительность, какая должна быть. Ну, продолжительность проще простого. Ведь мы делаем это синхронно с потугами. А потуги, потуги, это через полторы-две минуты интервала по 60-90 секунд. Значит, и тракция должна быть 60-90 секунд. При выходных акушерских щицах чаще всего хватает одной. Редко две. Но тогда мы расслабили вот так вот инструментик, да? И подождали, что? Следующую, таки, работу матки. Работу матки. А теперь в отношении силы. Ну, первые щицы, которые я видела, это вообще страшно сказать, в Куртомышской центральной районной больнице. Это вы практику проходили по женским консультациям в городе, да? Я, когда училась, и еще лет 10, когда работала уже ассистентом, в городе на практике оставались только инвалиды и беременные. А все остальные разъезжались по ЦРБ. А так как меня не пускали в выбранную мною профессию, и мне надо было определиться, чем я хочу заниматься, а ни в одном районе, даже в Успешине, мне бы это была не практика, а ЛИПа, то я уехала в чужую область, в Курганскую, в Куртомышскую центральную районную больницу. Когда мы туда приехали, а нас приехало шестеро, терапевтов всех в отпуск отпустили, всех, оставили по одному хирургу и одному акушеру-гинекологу. Мы жили при больничке, к нам через ночь стучала санитарка и говорила, доктора в четвертый курс, вас в хирургии. И вот однажды постучали и сказали, доктора, вас в акушерство, вас в родильный дом. Мы приходим. Был представитель один-единственный мужского рода акушерства. Он сказал, сейчас будем делать щепцы. Распределил роли. Я была только повышена вот такой конституцией. Поэтому, ну, отличница. Поэтому мне были утипали в жардане, где фотографии операции. И моя задача была перелистывать странички толстого жардана, зная ход операции. Двое других из нас, женщина была в наркозе, в наркозе. Двое других из нас вот так вот мощно прижимали ее к кровати Рахманова, чтобы ее с этой кровати не стащили. А та, которая была самая крепенькая из нас, вместе с этим дядечкой, держались за инструмент и тащили за этот инструмент. Ну, вытащили мертвяка. Нетрудно сейчас сказать. Ну, то, что человек первый раз делал щепцы, это точно. А я первый раз видела. Там был, похоже, крупный плод, но не в этом дело. Дело в том, что рожает одна женщина и взять и выполнить ее работу должен один человек. То есть силой одной среднестатистической врачихи как и в основном женщины работают, должно хватить вот на эту вещь, на тракции. А теперь направление тракции. Помните три тройных правила, да? Проводные очка впали, а дальше при головке, стоящей в плоскости, входа в малый таз, крайне остальные, помните? Тракции на носки сидящего акушера. При полостных акушерских щепцах тракции на грудь сидящего акушера. При выходных акушерских щепцах тракции на лицо сидящего акушера. То есть я сохраняю промежность и синхронно с ее потугой делаю, как правило, одну тракцию вверх. Сохраняю промежность. Щипцы занимаются просто. Вот так вот между двумя пальцами и двумя пальчиками развести ложки щипцов. И они все встают с головки. Вот это выходные акушерские щипцы. Важно, чтобы эти современные. И тот, и тот, и тот. Вот с этим, я уже говорила, четвертый хус посмотрел и может делать, да? Но все-таки как-то так. Особенно, если большая. Но самое главное, опять же, развести половые губы. Она же не в наркозе. Она же живая. Ей больно, да? Вот таким вот образом поставить сначала боком эту железную чашечку, да? Вести в преддверие влагалища и только там ее развернув наложить в области проводной точки. При переднем видеозазвученном продвижении это малый родничок. И дальше создается то самое давление. С этими, конечно, гораздо приятнее. Во-первых, ее, ну, рука левая всегда должна работать, да? Ну, вот так вот согнул чашечку эту, да? Параллельно вертикальному входу во влагалище ввел ее в преддверие. Там она спокойненько распустилась. И опять же, в проекции проводной точки приладилась чашечка к головке. А дальше создается отрицательное давление. Тракции точно так же, как при щитках. На лицо сидящего акушера. Потому что и вакуум лучше, и проще, менее драматичен, когда головка на тазовом дне, да? Ну, и акушерские щитки выходные гораздо более приемлемые. Все. 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 Все.